Правительство России проиндексировало выплаты для военных и полицейских на 4,5%, а всем остальным надбавок ждать пока не стоит. Ну что я могу сказать? Я могу только порадоваться за военнослужащих и сотрудников МВД. В любом случае это такие же люди, они тоже не особо шикуют, как и все россияне. Ну и если не брать в расчет генералитета, с другой стороны, данная новость лично меня слегка насторожила. В нашей стране ведь ничего просто так не делается, а значит ждем беды, точнее, очередного антинародного закона, с принятием которого люди и бузу теоретически могут поднять. Вот, видимо, и подкинули силовикам, хотя мне очень хочется сейчас ошибаться. Начинаем! А Владимир Путин тем временем предложил своему коллеге, французскому президенту Макрону, помощь в реставрации пострадавшего от пожара здания Собора Парижской Богоматери. Напомню, пожар продолжался более суток, а в российских федеральных новостях почти всю прошедшую неделю информация о данном ЧП была новостью номер один. Впрочем, ну вот чего я опять из себя язву строю. Действительно сгорело уникальное здание, имеющее высочайшую художественную ценность для французов, не только для французов, а вообще для европейцев. Хотел бы сказать, что и для нас тоже, но потом подумалось, а ведь россияне-то тот Нотр-Дам только по телевизору видели. Для большинства наших соотечественников возможность посмотреть на удивительную архитектуру Собора это что-то из области грез или снов. Ну о чем тут можно говорить? Когда средняя зарплата по России 15-20 тысяч рублей, этих денег хватит лишь на билет до Парижа, да, на консульский сбор. Завизу за то. Владимир Владимирович за нас подумал и принял мудрое командирское решение. Поможем! Согласен. Ну кому, как ни бедным французам, наша страна должна помогать? Не тебе ж сидишь, вон, макарошки с дешевыми сосисками трескаешь. Владимир Путин выразил надежду, что Нотр-Дам удастся восстановить. Он также предложил направить в Париж лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества. Но к этому часу огонь в Соборе полностью потушен. Ну а мы возвращаемся в великую и могучую. И у нас тут свои маленькие радости. Россия нам разрешили безнаказанно собирать мох и камыш. Такое решение 16 апреля приняли депутаты Свердловского областного законодательного собрания. Новый закон должен вступить в силу 1 июля. До этого момента, друзья, от непреодолимого желания пойти на камышовый промысел, я бы советовал воздержаться. Ну мало ли что, вот 1 июля дуйте смело, это уже будет бесплатно. Инициатором полезных нововведений выступил депутат Илья Гафнер. Ну это тот самый депутат, о котором, короче, смотрите и вспоминайте. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например. Коротко расскажу вам о господине Гафнере. Родился в 73-м году, недалеко от Екатеринбурга. Окончил Урало-Сибирский институт бизнеса. Что за институт, не знаю, у него нет сайта. Телефонов, адресов тоже не нашел. Подозреваю, один из тех вузов, которых в лихие годы было как грязи. В 90-м году парень становится главой крестьянского хозяйства Возрождения, кануло в лето. Впрочем, неудивительно, крестьянское хозяйство Илья Владимирович возглавил к 17-летнем возрасте, зато в 19-м стал уже коммерческим директором целого холдинга, в 23-й совладельцем трубной компании, затем на цвет мети сидел. Даже рудником медным порулить успел. Потом был Уральский турбомоторный завод, один из мощнейших авиазаводов в стране. При Гафнария отошел структурам, близким к Виксельбергу. Дальше неинтересно. Вот. В 2004-м будущий депутат организовывает инвестиционно-финансовую кампанию с говорящим названием Еврогрин. Впрочем, на деле же контора оказалась чем-то вроде финансовой пирамиды, поэтому в конце концов схлопнулась, оставив после себя кучу долгов. А что, Илья Владимирович? А Илья Владимирович объявил себя банкротом и пошел в депутаты. Ах, да, чуть не забыл. Человек имеет государственную награду, орден за личные заслуги по эффективному финансовому управлению. Но теперь-то вы понимаете, кто нам сперва меньше кушать советует, а затем мох с камышом разрешает собирать. Это реальная журналистика. Кручу-верчу, страну с колен поднять хочу. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. В Свердловской области пока давайте останемся, потому что там отыскался еще один гений. Вроде Гафнера чуть выше рассказал, что свои первые большие деньги Илья Владимирович сделал в 17. Человек, о котором скажу дальше, оказался проворнее. Сын главы Серовского городского округа Василия Сизикова. Пока еще ребенок, ему 14 учится в 8 классе, однако парень уже блещет талантами. По итогам 18-го года этот пионер умудрился заработать более 400 тысяч рубля. Еще у мальчика имеется домик в 550 квадратов и квартирка в 228. Ай, молодец какой. Слушайте, а может быть вот об этом мальчишке госпожа Волочкова говорил это, когда сокрушалось, мол, не курить надо на заваленке, а работать? Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин, а Путин? Они должны встать и перед собой, встать и совести своей, задать вопрос. Не ругать структуру. Нет, простите, не устраивает, они живут ниже прожиточного минимума у них доходы. Так пусть они работают, простите, не курят на заваленке бычок. Пусть они работают. Теперь серьезно. Я посмотрел уровень зарплат в Серове даже по лживому Росстату. Мальчик заколачивает выше среднего. Ну вот она, средняя зарплата. 31 тысяча рублей. Как ни крути, это меньше 400 за год. А вот реальные цифры информации из Серовского центра занятости. Провизор от 18 тыр. Врач-физиатор от 25. Педагог-психолог от 15. Буфетчик, водитель, учитель, логопед от 13 тысяч. Восьмиклассник в 3,5 раза больше своего педагога имеет и в 2 раза больше, чем среднестатистический специалист по городу. Про домик и квартирку не забываем, да? Блин, ну на кого это все рассчитано? Ну почему у меня такие вот загадочные нестыковки вызывают вопросы, а у какого-нибудь следственного комитета нет? Нет, господа в погонах, я за вас даже предварительное расследование провел. Вот вам цифры. Занимайтесь, проверяйте, сложите. 3 плюс 2. Ну да бог, с ним мы ж про мух и камыш говорим о том, что нам это добро наконец разрешили собирать безнаказанно. До этого одобрям с от властей на сбор валежника граждане нашей страны получили. Непонятно, правда, пока ситуация с грибами и ягодами, а также с рыбалкой. Можно, нельзя, сколько это будет стоить или сколько можно бесплатно, а за что придется уже заплатить. А вот теперь о тех, у кого есть грин-карт, на все наши природные ресурсы и что разрешается не гражданам России. В нашей стране, по оценкам экспертов, работает более 500 компаний из Поднебесной. Как правило, у них есть российские партнеры и покровители. Наши чиновники продают лесорубочные билеты, в среднем барабанная дробь, по цене около 2 долларов за гектар на целый год. Это намного, в разы дешевле, чем в других странах мира. 2 доллара за гектар на целый год, вдумайтесь в это. А вывезли в Китай только за один год, напомню, почти 200 миллионов кубометров древесины. Так вот оно че, Михалыч, а это потому, что вы, друзья мои, не умеете, а, масштабно мыслите, б, не тем гражданством обладаете. Вы ведь как? Хотите на халяву, кратко и так сказать, того валежника или дров в лесу натырить, попадаетесь. Затем выясняется, что ты еще и россиянин на те штраф 5 тыр, а вот был бы ты гражданином Китая. 2 доллара за гектар 130 рублей и руби не хочу, поэтому, господа, учите китайский. Фактически речь идет о том, что узкая группа криминальных дельцов пускает с молотка богатство России, а государство, кроме констатации существующих в отрасли проблем, ничего не делает. Меня поражают иногда такие вот мои коллеги, государство ничего не делает. Как это ничего не делает? У государства нашего вон, выборы в Украине, там президента выбирают на минуточку, а он про какой-то лес. Здание Нотр-Дама в Париже сгорело, что может быть важнее этого для жителя того же Забайкалья? Вообще вы, ребята, фишку не рубите. Кстати, а вот то, что скажу сейчас, это было на самом деле лично видел в эфире канала «Россия-1» в программе «Ускобеевых». Наберите в грудь воздуха. Причиной пожара в Парижском соборе могла стать встреча Макрона с Зеленским. Вот я вам озвучил, а вы как хотите, так и комментируйте это высказывание. От себя только добавлю, представляете, насколько нас уже не уважают, какими дегенератами считают, если в эфире главного информационного телеканала страны несут такое. Все, это была «Реальная журналистика», дальше сами все знаете, подписывайтесь, в соцсетях тоже жду темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Кошмар.